всем привет с вами диктофон и сегодня продолжаем играть в игру под названием блонд ст д6 и в этом видео мы будем проходить карты от подписчиков которые вы прислали к нам дискорд сервера ссылка на которую есть в описании под видео там у нас есть отдельная прям такая вкладка btd и в ней находится чат карты по блонд ст д6 которые в этом присылайте если не найдете то можете написать в общий чат и я так думаю вам кто-нибудь да поможет с его поисками а также я бы хотел вас попросить чтобы вы внимательнее смотрели за кодом карты когда вы их присылаете потому что произошел такой небольшой казус я вот выбирал первые четыре карты получается и смотрю по коду и скрину ввожу это в игру а там совершенно другая карта я такой что происходит а почему а код то тот же который я и вел поэтому я написал тому человеку он еще мне не ответил а карту то мне хотелось бы пройти поэтому надеюсь что мне все таки этот человек ответит потом будьте внимательны пожалуйста а также я бы хотел показать и поблагодарить последних донатеров которые поддержали мой канал это было ли в код ну ладно оставил интригу потом всем приятного просмотра привет тебе ли в код и большое тебе спасибо за донат поддерживаю всем правда приятного просмотра и также геркуст привет диктофон а мне все время было интересно сколько лет ты играешь блонд cd6 я играю в блонд cd6 уже четыре года обожаю тебя смотреть вы же тебе спасибо геркуст геркуст я не знаю я надеюсь что правильно хоть как-то произнес привет тебе большое тебе спасибо за донат за добрые слова на самом деле ты большой молодец что написал свой ник на русском но я конечно бы наверное это и прочел все равно но все же когда вы так делаете это правда мне очень сильно облегчает задачу играю в блонд cd6 я почти три года снимаю и более-менее активно играю года два ну вот как вот с момента начала ведения канала тогда я поиграл просто чуть-чуть и забросил как начал вести канал в принципе побольше начал него играть это вне видео я стараюсь него вообще не заходить а чтобы как бы желание играть не пропадала ну в спорной территории отыгрываю а так большое тебе спасибо геркуст давайте начинать проходить сейчас я тут скопирую у нас первый код то общество карты и первая карта у нас road in the end это то есть путь в конец дорога в конец получается у нас я сделал кс привет тебе большое спасибо будем играть мы на легких на стандартном чтобы попробовать знаете за одно видео как можно больше карты я так думаю четыре карты это будет нормально и не знаю сколько у нас будет длиться 40 раундов блин а на ладно нормально нормально кстати хорошо что он вид через забор и если честно думаю что сауди не будет видно и тут мы еще добавим дротика все запускаем прикольно сделано карта мне на самом деле нравится так у нас вестерн но правда интересно тут выглядит озерцо такое мини лужа курортный оазис посреди пустыни как бы немного не сильно таки ушибкой сочетается но видимо до этого здесь было прям круто а сейчас сейчас уже и лодки не поплавать нормально а здесь уже тотальная такая жара поэтому прикольная задумка интересная концепция а так сейчас тут будем смотреть и проверять сколько мы тут осилим ну точнее 40 раундов 40 раундов там мы точно должны пройти и пока что я буду с вами разговаривать на определенные темы пока мы будем тут играть потому что реально я вот так вот понял что желающих и в принципе уже карт много людей нас создавали а если я буду проходить всего по две карты на одно видео это довольно таки малый результат с учетом того что а мы можем посмотреть это вполне себе из-за 40 раундов если честно как мне кажется это все-таки не карта от разработчиков где они как-то у нас что-то программируют добавляют какие-то фишки где-то что-то удаляются где-то что-то появляется где-то что-то усиливается и облегчает нам задачу за определенную стоимость монет собственно в этой но в редакторе по моему этого не можем делать а вообще если бы добавили было бы прикольно на самом деле то есть тут был бы какой-то забор за 500 монет удаляешь и все классно блин на самом деле реально мне кажется это обязательно нужно ввести в игру я не знаю почему до сих пор этого нету и смотрите а нельзя я подумал что у нас это будет как на карте середина дороги то есть у нас на середине дороги мы же можем сюда поставить у нас снайпера или какую-то другую обезьяну и подумал ладно здесь размещу а нам этого не дают сделать и мы смотрите можем поставить сюда снайпера у нас идеально видеть четыре дороги но для нас очень даже хорошо прикошечащие пули моим прокачаем и все у нас будет нормально и камуфляж будем видеть хотя у нас сауда и так его пробивает без каких-либо проблем поэтому такие вот дела а так я на самом деле очень сильно надеюсь что вы оцените данное видео лайком потому что я правда очень стараюсь я вот пришел домой получится еще даже не кушал специально выкладываю для начала снимаю для вас видео чтобы нам монтировалась рендерилась и в этот момент я поем потом буду его выкладывать и может быть запишу еще одно видео но навряд ли его сегодня уже буду выкладывать просто правда очень сильно стараюсь очень несмотря на свою усталость которая как бы скапливается мне кажется многие из нас меня понимают потому что учеба это дело непростое где бы вы бы не учились а я работаю это тоже дело непростое потому что выматывает очень сильно это на самом деле правда сумасшествие какое-то и я надеюсь что когда-нибудь высплюсь мне кажется у меня уже реально как называть хронический недосып и это не смешно потому что я и не знаю как это чувствую себя выспавшимся мне кажется я всегда хочу спать и на работе я буквально реально вырубаюсь это не круто вот зато сюда можно флюбустеров поставить правда на эти кувшинки нельзя разместить к сожалению и в круг тоже нельзя поставить ну да ладно тут все равно есть несколько мест очень хорошо и также определенная особенность которая отличает все пользовательские карты от карты разработчиков несмотря на то что они довольно таки простые но здесь не так же много места для банановых ферм вы посмотрите вот здесь хорошо что хотя бы продумано кс большое спасибо за это ты молодец а вот здесь вот смотрите если бы он бы тут подровнял и мы могли еще сюда бы фермы разместить было бы вообще круто то есть вот здесь мы можем а здесь к сожалению нет я конечно понимаю что у него декор все это подстроено и не просто так но все же с этим было бы правда намного лучше как смотрите у нас тут постепенно проблемы стали возникать поэтому так вот мы своим вкачаем и мне кажется что 40 раунд мы должны пройти ну более-менее спокойно несмотря на то что я боюсь таких карт таких коротких карт а тут их сразу же две таких вот линии короткие ладно не хотя бы пересекаются между собой если бы они шли просто параллельно это было бы не круто небо и такую не понравилось ну же как как карт это как сложность это нормально просто пока что хочется почилить немного вообще думал ну вот так вот выберу карты от сниму быстренько и покушаю наконец-то а вот не сломал этот момент с тем что в разные карты по одному коду и так потому что то не так реально не так о ладно прошли даже без скилла сауды большое тебе спасибо кс за создание карты не очень приятно и поставил лайк добавил ее в избранное а теперь давайте-ка я буду идти следующей карте она у нас от димасика если честно димасик ты меня знаешь и я тебе знаю что-то ты как-то схалтурил как будто бы знаете несмотря на то что здесь вот тот вот прикол про который я вам и говорил говорил постоянно в том что у нас мало мест для фермы здесь ладно местом а это даже не вода это скам то есть димасик еще и заскамил или он не знал как вода сделать подождите ты такой димасик алё если ты это увидишь ты потом не будешь объясняться хотя многие люди к сожалению не смотрят мои видео поэтому ладно уж ничего страшного посмотрите у нас рыба в траве рыба в траве кувшинки в траве они еще как-то болтаются эти обручи тоже в траве ладно карта сама по себе не такой уж и большая места тут много для ферм нормально конечно их все равно так много не разместить как на том же кубизме несмотря на ну и мне кажется это обуславливается тем что там масштабы поменьше лучше побольше хотя смотрите не очень много в лес не нормально нормально слушайте дофига влезет но как будто бы если так вот сравнивать все равно о кубизма масштабы карты побольше не знаю как это работает почему разработчики также нам не добавили такой функции может быть сейчас она уже есть не буду что-то на них гнать не зная потому что я давно как бы карты не создавал один раз попробовал может быть потом еще как-нибудь сделаю но редактор карты мне кажется они должны обновлять постоянно по нему туда новое привносить что-то уникальное что есть когда был самих разработчиков вот реально такие всякие барьеры которые можно будет сносить за деньги я думаю это надо это правда пригодится это будет здорово и также увеличивать или уменьшать масштаб самой карты тоже было бы полезно для каждого из нас потому что если так вот смотреть реально эти карты все одного масштаба в отличие от карт которые у нас идут у разработчиков там они по моему разные или смотрите ли эта карта больше кажется или она вот реально вот побольше так сейчас просто думаю она может или нет я вот я не понимаю а если честно типа она такая же как кубизм или все-таки она меньше уж как будто бы меньше все таки так у нас 14 раунд живем и это главное в эти шаролов поставлю димасик блин давай ну его видимо карта такая заскамленная была но ничего я как будто сразу заметил как бы тут траву в воде заметить не оказалось больших проблем но тут чем можно сказать типа водоросли но при том что у нас все можно разместить в воде и по нас обезьяна гиганты или тут какой-то знаете прям остаток воды последний на карте и вообще посмотрите кстати у нас уже вторую карту подряд идет тематика пустыня из как на той карте от кс было здесь то же самое от димасика только здесь фонтан как-то работает скважину пробурили интересно как тут еще бедные рыбы плавают вот надо же все в одну сторону без остановки может вот это наверное в скважину хочет а вот ты куда свой путь держишь ранник путник так ставили инженера зарабатывать больше монет и тем более он нам поможет дефт нормально бы на следующем раунде еще свинец пойдет мы должны его уничтожать из чего у нас еще есть скилл сауды к сороковым раунду мы побольше денег заработаем во видите один шар полетел скилл затащил у нас уже есть четыре с половиной тысячи и это здорово а сам инженер нам принес две тысячи а чуть такое почему почему от инженера там вылезала в том что он нам за ну приносит тысячу а тут только полтысячи приходит или я чего-то не понимаю я не понимаю как это работает и чего это на самом деле зависит от 33 раунд вот давайте тысяча шестьдесят четыре а тут пять полтысячи у нас уже были такие баги я вот до конца не понимаю бак ли это на самом деле или нет потому что реально у нас отображаться плюс 1000 а прибавляются пол тысячи а у нас вроде бы мы не играем в режим половина денег то даже то есть непонятно чем это обусловлено на самом деле а так то мы будем делать я поставил бы вертолетчика и на оборона команды я бы прокачал потому что он уже совсем скоро по и полетит первым об да ленту куда летишь пускай пока что она вот здесь вот постоит чтобы мы на оборону накопили вот все теперь пуская на погоне режиме будет дамажить начнет и дефать будет хорошо прям будет помогать и наш молот никуда не улетит карты димасика у нас будет а объективно побеждена так 39 раунд прикольно что тут можно использовать все способности все наши мгновенные обезьяны которые у нас есть в принципе накопленные это очень здорово смотрите сгенерирован денег есть полный 1000 и масик большое спасибо за карту за создание давайте-ка приступать уже к 3 на самом деле так быстро время летит так и она у нас а дублю демона называется slice кусок если я правильно перевожу и тут смотрите чё наконец-то не пустыня разнообразие но опять пруд как бы видимо в каждой карте у нас должна быть вода вот бы разработчики тоже так думали особенно вот мне как любителю морского наварха это было бы реально приятно и как бы опять у нас линия такая прямая что вот за манера такая в этом видео кстати вот реально есть так вот смотреть иногда вот несмотря на то что я выбирал подряд но все эти карты чем-то между собой схожи здесь бревно немного ушатала влетела в землю я не понимаю как она вообще это сделала это вот даже вот не знаю а так ну здорово то есть я открыл ту вкладку которую нам присылали в дискорд сервере прошлом видео проходил первые две карты потом я специально лайкнул первые две карты чтобы понять какие я уже проходил и взял следующие четыре карты то есть так вот постепенно буду идти конечно не знаю когда не успею ли я закончить все карты потому что вы много наслали ужасно много и мне как будто бы хоть каждый день снимай не до снимаешь потому что все таки эта рубрика хоть и прикольно тут я могу могу наговорить поговорить на разные темы пообщаться с вами о чем-то если у вас будут какие-то идеи или мысли о чем реально можно поговорить какой-либо теме но мне кажется что многим все таки это не так интересно им больше интересен геймплей а не такая вот болтовня и прохождение карты ну я сейчас вот смотрю короче на таймер который вот у нас тут идет сейчас у меня запись идет 17 минут из там обрезать начало вступления то будет а 16 половиной наверное минут и а мы уже проходим третью карту и практически мы уже на середине это видео будет довольно таки даже не длинная с одной стороны меня это и радует как бы а зачем выпускать и совсем уже длинное видео и при этом мы успели пройти целых четыре карты но для начала мы просто на 3 просто на 3 поэтому все нормально большое спасибо blue demon за то что нам прислал создал такую карту интересно на самом деле вот это выглядит то есть тут реально водоем я не знаю как это реализовано то есть тут он отдельно два слоя сделал сначала грязь а потом уже воду и и очень хороший эффект углубление из этого получается а может быть он может это автоматически идет может быть я вот сейчас вот говорю какой же деде гений это да blue demon какой же он молодец а он взял наверно готовенькая ладно в любом случае вот это бревно это просто пушка также мне еще интересно что-то так всем нравится вот это вот этот фонтан строение ну ладно в прошлом прошлой карте он был как скважина здесь уже так фонтанчик много не к месту видимо этот парк еще не достроился тут что-то строительное забыл повозка поверх я забыл как называется реально мне все из головы отлетело тут вообще у нас ведьмин костер вот ну да и костер и котел здесь такая у нас напоминание о хэллоуине который происходил в момент создания данной карты сейчас же все-таки у нас приближается новый год и я так думаю что скоро полетят новогодние карты а я буду все время проходить до сих пор эти хэллоуинский поэтому я так думаю у нас этот хэллоуин на полгода если не больше в любом случае не было бы вас интересно узнать как вам вот этот вот редактор карт с момента того как в этом обновлении добавили вот эти данные карты вы проходите в сами их создаете до сих пор и интересно ли вам вообще это вы потому что для меня это вроде бы прикольно я прохожу эти карты которые вы создаете я совершенно не против это здорово я могу так вам хотя бы куда честь отдать за ваши труды и за ваше старание потому что я правда ценю ваш вклад ваше старание опять же таки повторяюсь поэтому да но все таки а вот вам лично будут заходили какую-то карту так вот пройти и не на раз а чтоб потом еще зайти другую карту пройти тут посмотреть там посмотреть потому что мне кажется что люди в основном просто как ознакомились и дальше по своим делам пошли чем занимались тем и занимаются так 37 раундов им все еще хорошо и неплохо и мне нравится какая вот тенденция в том что мы каждую карту немного по-другому проходим конечно за 40 раундов как там тактику не не шибко прокачаешь но вообще прикольно что у нас что-то есть свое что-то другое и видимо я так буду стараться продолжать так тут скилл на 40 раунде обязательно завязаем что быстренько этот мог уничтожить я мне кажется мы бы так бы уничтожили использовав скилл сауды но бы его добили причем так без каких-либо проблем на то большое тебе спасибо влюде вон за карту тоже ее лайкаю и давайте-ка переходить уже к четвертой карте замедлили вот прикольно что пока что все ребята чьи карты вот мы проходили я реально ну вот знаю стас привет тебе спасибо за такую карту посмотрите какая у нас тут дорожка узкая музыку поменял музыка босса блин не музыка босса не сильно нравится но вообще-то это прикольно что хоть что-то вот изменение реально есть изменение и как вы можете заметить хэллоуин у меня уже во всю снег под ногами на улице правда постоянные туманы то холодно то тает все поэтому льды ночью по льду ходить вообще ужасно очень некомфортно поэтому будьте аккуратными я стараюсь тоже ходить как пингвин вроде бы все нормально не буду каркать ни на что главное просто аккуратно ходить а тут хэллоуин мне больше вот эта атмосфера нравится я как бы снег этой не шибко уж и хочу так смотри чё у нас сауда бьет что она реально бьет нифига вот это я так поставил нормально несмотря на то что тут реально совсем чуть-чуть у нас то что у нас узкая такая дорожка у шаров тот же самый хитбокс хитбоксы если что то это вот у каждого шарика программно заложен какой-то вот прямоугольник прямоугольник это настоящее тело шарика и если хитбокс прямоугольник радиуса но в данном случае круг сауды достигнет хитбокса шарика то они взаимодействуют друг с другом такие вот приколы это также как вот у босса несмотря на то что босс у нас летит по этой линии и несмотря на то что может быть сауда у нас не задевает данную линию она будет пить по боссу потому что у босса хитбоксы большие суда бы его била бы даже если бы она здесь находилась ну не факт кстати может быть уже не факт но по крайней мере смотрите са босс бы пролетал по данной линии а суда была бы здесь по хитбокс я думаю она бы спокойно бы доставала наносила урон и это прикольная тема я очень рад что у нас хотя бы вот такая вот вещь есть с боссами мне интересно было посмотреть как у нас тут друид по нижней линии будет сражаться вот конечно не дешевое удовольствие но мы нашего очень ярости ставить уж точно не будем это ты еще более не дешевое удовольствие но хотя бы так вот парочку мы таких вот жажды взрыва накопим они будут хотя бы друг друга бафать увеличивать урон что для нас только пойдет на пользу но в своей во всей карсе мы их не увидим потому что они еще больше урон наносит только когда у нас хп становится меньше а я не хочу пропускать шары я иду на уничтожение мы должны всех уничтожить и не пропускать рации не пропускать а так карта у нас такая маленькая деревушка правда самом деле жуткая потому чтобы прям возле вот что это наверное на домик а вот это часовня и кладбище как будто тут реально больше духов живет чем людей ну обезьян в нашем наверно случае и полк еще и лягушка радиоактивная вот это тут реально комбо собралось на данной карте так а данного друида я уже прочая на громовое сердце чтобы он нас уничтожил свинец который скоро полетит уже буквально через два раунда мы идем удачно неплохо тут у нас 900 урона обезьяна с дротиками почти 700 урона надо же а сауда викинг 1160 урона тоже неплохо тоже очень хороший результат на самом деле так ну нормально копим пока что копим 29 раунд свинец уничтожаем и мне бы знаете кстати чтобы у вас хотел поспрашивать правда мне кажется 1 не буду не буду спрашивать может быть когда-нибудь вспомню следующий раз просто как бы уже конец видео и вдруг ну очень малый процент дойдет до этого момента а мне бы хотелось узнать побольше от людей ну ладно и что потом заново задам данный вопрос о том что в последние годы то ведь у всех формируются клиповое мышление когда из-за тик тока всяких когда вот люди очень быстро усваивают информацию и надо ее излагать очень быстро без каких-либо перерывов до настолько что даже сейчас тенденция во всяких видео по прохождению пошла о том что ты каждый вдох вырезаешь абсолютно каждый вдох ты на видео говорил без остановки чтобы люди без остановки поглощали информацию которую ты им выдаешь одной стороны это правда как-то может быть и получше и я сам когда вот это вот смотрю мне все усваивается все нормально этот контент выглядит динамичнее и волей-неволей он становится интереснее в этом не было бы интересно узнать как у вас а в данном случае смотрите ли вы нормальное видео с моими паузами полугодичными в разговоре или же вам тоже надо говорить но чтобы я говорил без остановки я прислушаюсь но как бы не знаю буду ли я действовать данным советом который вы мне напишите сейчас потому что к сожалению из-за работы каждый вдох и ох их не могу вырезать потому что это правда займет очень много времени я получается вчера пока монтировал видео по майнкрафту сума чуть не сошел сейчас вот продолжу большое спасибо стас за создание данной карты ведь правда ты создавал сейчас подождите я ник проверю да стас большое тебе спасибо и вот короче видео монтировал по майнкрафту целый час несмотря на то что там не было прям больших проблем но что-то отсматривал что-то убирал аохи и ахи и удалял только первые две минуты а дальше я понял что это займет слишком много времени которого мне нету поэтому убрал и вроде бы все равно смотрибельно но первые две минуты для меня смотрится гораздо почему-то комфортнее чем остальные а так большое вам всем спасибо за просмотр я вам я чё я очень надеюсь что вам понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока